Итак, по нашим расчетам, возможно, неполным, за последние 8-9 дней администрация Байдена сбила 4 объекта над нашей страной. И мы точно знаем, что один из них был из Китая, и на нем было разведывательное оборудование. Сегодня Джон Керби из Белого дома не выглядел особо озабоченным этим. Смотрите. Первый был из Китая, они это признали. Они сказали, что это был метеорологический зонд, но это не так. Остальные три, мы пока не знаем, что это. Мы не знаем, чьи они. Так что ваши предположения нерелевантны. Мы должны сначала осмотреть их. А чьи же это еще? Спрашивали ли мы Китай? Ну, у нас есть посольство в Пекине, мы ведем обычные дипломатические переговоры, и мы по поводу этого инцидента с шаром разведчика, мы частным образом обсуждали это с высшими китайскими чинами. К сожалению, китайские военные не хотят разговаривать с министром обороны Остином, но есть и другие способы коммуникации. И даже президент вам скажет, что сейчас необходимо сохранить хотя бы эти способы коммуникации ради избежания неточностей. Ага. Так что же именно здесь происходит? Ведь что-то очевидно происходит. Гордон Ченг, старший сотрудник института Гейтстон, присоединяется сегодня к нам. Гордон, спасибо, что пришли. Что, учитывая все, что мы увидели за последние 10 дней, что, как вы считаете, происходит? Я считаю, что, во-первых, три объекта, сбитых в пятницу, субботу и воскресенье, возможно, были из Китая или из России. Напоминаю, что объекты, сбитые в пятницу и субботу, прилетели в Соединенные Штаты с севера. Это значит Россия. Может, это делает Россия, может, Китай запускает с российской территории. И мы также должны помнить, что мы приближаемся к кануну годовщины российского нападения на Украину. И, может, так китайцы пытаются нас отвлечь. Я не знаю. Но дело в том, Такер, что администрации Байдена нужно говорить с нами. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, поговорил с канадцами по поводу сбитого в субботу объекта. Вы думаете, Байден захочет поговорить с американцами по поводу трех объектов, которые мы сбили в американском воздушном пространстве? Ну, может быть, он просто не в состоянии сделать это? Итак, вы... Недавно, где-то на выходных, Китай объявил, что был обнаружен шар над их территорией, предполагая, что он был наш. Конечно же, мы этому не поверили, но что вы считаете это было? Это попытка Китая оправдаться, это пропаганда. Если бы китайцы засекли американский шар в китайском воздушном пространстве, то они бы сразу же об этом сказали. А теперь они говорят, что таких американских шаров над Китаем было 10 за последний год. Это просто вздор. К тому же, люди знают, что у США нет такой программы шаров-разведчиков, так что очевидно, что у нас их нет. И китайцы, конечно, бы уже верещали, если бы мы нарушили их воздушное пространство. Очень быстро, если суммировать. Означают ли все эти сбития что-то страшное? Да, так как это показывает... Конечно же, это вторжение китайских шаров показывает полное пренебрежение и неуважение к Соединенным Штатам путем запускания их над нашими самыми важными объектами. И это значит, что нас уже не боятся, это значит, что китайцы будут делать, что захотят. Что значит, что мы будем в очень сложном положении, возможно, в Соединенных Штатах и уж точно в Азии. Да. Неуважение всегда ни к добру, ни за решеткой, ни в международных отношениях. Гордон Ченг, спасибо огромное, что пришли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!